Ношение масок в общественных местах, магазинах, торговых центрах и общественном транспорте – дело обязательно и в 2021 году. Только вот полевчане стали пренебрегать этим правилом, расслабились, а вирус, между прочим, еще среди нас. Новые случаи COVID-19 все еще выявляют среди полевчан. В инфекционном отделении 10 человек, данным диагнозом в Екатеринбурге 3, амбулаторно лечится 14. Выписано 476 человек с пневмонией, в инфекционном отделении 17. Всего с начала пандемии в нашем городе выявлено 503 случая COVID-19. Сегодня медики активно работают по направлению вакцинации полевчан от новой коронавирусной инфекции. На территории всего получено 3590 доз, провакцинировано компонентом 1 – 3456 человек, компонентом 2 – 2516. На прошлой неделе было получено 450 доз, осталось ЦГБ 67 и сегодня планируется получить еще 300 доз. Приоритет, конечно, 65 плюс и в очереди стоит 1300 человек. В листе ожидания на прививку много работников образования. Стоит сказать, что педагоги города одни из самых первых пришли на вакцинацию. В школах привито 45,1 сотрудников, не только педагогов, сотрудников в целом. В детских садах 45,8, в дополнительном образовании 46,9, в целом по образованию 45,6, управление образованием 35%. И как результат такой активности, на сегодня в образовательной среде города нет ни одного болеющего COVID-19. Если педагоги и уходят на бюллетень, так это банальное ОРВИ. Респираторными сезонными инфекциями болеют и малыши в детских садах. Всего в детских садах закрыто 12 групп, в которых болеет 120 детей из 260. По школам один класс, который сегодня, надеемся, будет снят карантин, и с завтрашнего дня класс начнет учиться. Стоит сказать, что ношение маски, гигиена, рук и дистанция может уберечь вас как от COVID-19, так и от того самого ОРВИ. Одним словом, сохранить ваше здоровье. И для того, чтобы напомнить полевчанам об этом, сотрудники администрации отправляются в рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественных местах. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала.